У нас после матча Сиап Армении Гигам Бунятиана, руководитель команды Армении. Гигам, ну главный вопрос. Вели 2-0, вроде бы неплохая была игра, и в итоге 5-2 проиграли. С чем это связано? Я не знаю. Точно не могу дать ответ. Наверное, ну там два гола так получилось в течение обстоятельств, наверное, каких-то моментов. Я скажу так, может быть вы видели здесь ошибку, но вот при втором голе условно один игрок там в самом начале не сфалил, где надо фалить. Да, легкий-мелкий фолл. И с этого уже все начинается. То есть я не хочу говорить, э, там виноват, здесь, в защите. Я думаю, где-то мы поплыли, может расслабились, не знаю. 2-0, ну игра была наша, я считаю. При 2-0 точно наша. После этого две атаки, два гола, и все. Поплыли. Ну Армения неплохо с мячом работает. Может надо прибавлять в игре без мяча? Мне кажется, то, что мы с мячом работаем, надо, мне кажется, выжимать максимум от этого. Потому что мы постоянно с мячом, а толку-то 0. Это как испанцы, знаешь, катали-катали, потом бах. В руки им дали и все, да. Я сейчас скажу так. Проблема, наверное, в том, что у многих игроков, грубо говоря, подсунули тренеру мы. Я не говорю, что они плохие или хорошие. Просто у него максимум 25 минут в тайме, чтобы увидеть всех. 5-6 он знает, но остальных-то он не знает. Поэтому я думаю, с января у нас тренировки будут. И мы будем побеждать. Что касается, вот вообще всего, я хочу, чтобы наши, вот, мои соотечественники видели это интервью. Я хочу сказать, что все равно эту команду я люблю. Эту команду мы любим, друг друга любим, уважаем. И даже вот такой проигрыш никто, ни у кого не повернет слово сказать ни по отношению к тренеру, ни по отношению к игрокам. Я считаю, что коллектив у нас очень хороший. И просто на Новый год этот не очень хорошо ушли. Но обещаю, мы вернемся лучше, сильнее и интереснее. С наступающим Новым годом. А Сиабу спасибо. А теперь у нас Дмитрий Скороспелов, команда Сиаб. Немного гигамбу не оттян сказал, что хороший матч. Тоже я отмечу вас. Вроде бы начало получилось не самое, конечно, такое приятное. Это 2-0, но потом колоссальное вышло преимущество игровое. Отмечу ваш характер. Как удалось преломить этот матч? Я думаю, что мы проснулись. Но мы первый раз играем в 11 часов. Мне было тяжело просыпаться, если честно. Ребята там тоже подъехали за 10 минут до игры. Но и первые минут 15-20 мы совершали ошибки, которые мы обычно не совершаем. На простых мячах, даже не под прессингом. Мы давали мяч сопернику в итоге. Сами себе два мяча придумали. Ну и первые 20 минут Армения нас, конечно, переиграла полностью. Не знаю, что еще сказать. Потом мы проснулись, мы добавили. Наверное, стали играть более собрано. Сначала сравняли, а потом Женя такую дуру дал. Он, кстати, постоянно такие дает. Какие-то вообще непонятные у него траектории постоянно. Женя красавец. Дима, ну вот с турнирной точки зрения матч был очень важен. Три очка все было у Сяба до этой игры. Оставалось три тура, сейчас два остается. И, конечно, сейчас турнирные дела, благодаря этой победе, у Сяба улучшились. Дополнительно как-то Дмитрий Селиванов настраивал. Делал акцент на это, что надо сегодня обязательно победить. Состав был боевой, хороший. Ну, Дима весь турнир делал акцент, что надо выигрывать. Да все понимают, все понимают, что мы создали себе не самую лучшую ситуацию. Но, наверное, в этом весь Сяб создать себе такую тяжелую ситуацию, а потом из нее выкарабкиваться. Вот, наверное, так. Спасибо, Дима. С наступающим Новым годом. Спасибо.